Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Добрый день. Здрасте. Давай с тобой знакомиться. Меня зовут Нина. Меня Денис. Денису 13 лет, и он чем-то похож на своего чёску, героя рассказов Виктора Драгунского. У него неизменно хорошее настроение, он любит смеяться и смешить других. А еще Денис по собственному признанию. Хитрый, озорной, красивый, умный. Да, драться тоже люблю. Как выяснилось, физику Денис тоже любит, особенно такую занимательную, как в этом музее. Причем не просто любит, но и соображает, что к чему. Большие глыбы камней даже убирали. Вот большие глыбы, стоят маленькие камеры и доску крепкую под низ забивают и рычагом вот так вытаскивают. Он укатывается. Кое-что Денис узнал в школе, о чем-то догадался сам. Мальчик он не только сообразительный, но и наблюдательный. Создается иллюзия того, что у нас здесь бесконечный туннель. Коридор такой бесконечный. На самом деле там видно стекло. По мнению Дениса, именно так надо преподавать физику в школе, чтобы ребятам было интересно. Только, конечно, необходимо соблюдать правила безопасности. Химичить. Там, как сначала делали, пш-пш-пш, вот так. Ха, только это опасно. Тем более с сухим льдом. Какой-нибудь мальчик-балбес подойдет, тронет и будет у него ожог. Как вы уже догадались, с чувством юмора у Дениса тоже все хорошо. Нам кажется, что когда он вырастет, непременно будет душой компании. Давайте, я сейчас девочка крикну. О! Я батя. Так, а теперь крикни, как мальчик. А-а-а! Девочки везет сильней, а не сюда. Так, это о чем говорит? Что ты понял? Потому что, ну, если кричать, как пацан. Пацаны не кричат никогда. Они всегда более терпят, а девочки. О! Мои ноги сломали все. Денис, как Юлий Цезарь, одновременно может делать несколько дел. Легко переключается в разговоре с темы на тему, но нить не теряет. Так, между прочим, мы узнали, что больше всего ему нравится есть, спать и гулять. Но и о других важных вещах он не забывает. Уроки делать? Нет, не люблю. Но делать надо. Чтобы довольки не получать. Чтобы нормально окончить 9 класс и уйти учиться в техникум. Поваром хочу быть. Ну, готовить умею. Получше, чем у меня какие-то картошка была. Что у меня варить? Макароны, пельмячки. Мои любимые. Потом курица. Ну, а нет, курица не умею. Пюре умею делать. Бабу меня научила. Хочу плов и суп. Буду себе плов готовить по возможности. Хотя это еще не точно, поскольку после посещения музея Денис захотел стать физиком и учить этому предмету детей. Впрочем, время на раздумья у него еще есть. А вот терпения и упорства не так, чтобы очень много. Хотя вполне возможно, что он просто реалист. Я смогу. Нет, не смогу. Несмотря на интерес к точным наукам, Денис, похоже, любит сказки. Во всяком случае, на вопрос, где бы ему хотелось побывать, он не раздумывая ответил. Он там работает. В Нарнию. Не, во-вторых, хочу в Нарнию. Ну, я знаю, что она не существует. Но если... Каждый день бы теперь буду начинать пытаться в шкафчик залезать. Вдруг дверь откроется. Она же всех в камень превращала. Вот. Чтобы они сами в камень превращались. Вот и все. Потом все, кого она заперла, в камень разблокирую, если это возможно. Все, нормально же здесь-то будет. Если тебя не просто расстрелить, я буду заряжать. Еще Денис мечтает побывать на Мальдивах, в Диснейленде и на Байкале. А еще жить в хорошей, дружной семье. И от старшего друга Денис тоже не отказался бы. Чтобы ценил, допустим, меня. В трудную минуту помог бы. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 Или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов.